Ну давайте поаплодируем всем стадионам нашим молодоженам! Уникальные кадры архива День города. Две пары молодоженов отмечают свадьбу прямо на стадионе Спартаковец. Ту, что слева, прекрасно помнят работники Заволжского ЗАГСа. Помнят и огромные очереди того времени. Никто и не мог представить, что решить вечную проблему в шутку именуемую. Я только спросить, поможет электронный помощник? Сегодня терминалы уже ждут молодоженов. С помощью так называемого инфомата теперь можно записаться на любой вид регистрации и получить еще несколько услуг без живой очереди. Сюда входит рождение ребенка, установление отцовства, получение повторных документов и даже смена имени. Запись через терминал упорядовывает работу, исключает конфликты. И фактически на сегодняшний день электронная очередь это уже тот цивилизованный инструмент, который необходим. Человек уже знает, в какой кабинет к какому специалисту ему нужно обратиться и примерно сколько составит время ожидания в очереди. Сегодня инфоматы заработали еще в двух районах Ярославля. В Дзержинском и Фрунзенском в среднем в каждое из этих отделений в день обращается по 100 человек. Есть такая система и в Рыбинске, в ближайших планах Углич, Тутаев и Ростов. Что примечательно, инфомата нет и не будет в центральном ЗАГСе Ярославля. Он там и не нужен. Дело в том, что в отличие от районных отделов, на Свердлово 5 предоставляют всего две услуги. Главное и есть регистрация брака. Да, прямо, Дим. Чуть-чуть отсюда вот. Одной из самых необычных за последнее время в Ярославле стала мотосвадьба. Новобрачная использовали мотивы фильма «Три метра над уровнем неба». Кстати, сами работники ЗАГСа подобный креатив одобряют. И резонно замечают, чем меньше молодожены проводят времени в очередях, тем больше его остается на подготовку к свадьбе. Александр Лисицын, Сергей Мазилов, Владимир Выдумлев. День в событиях.